здравствуйте дорогие друзья я приветствую вас и сегодня у нас в гостях замечательный человек известный блогер александр торм приветствую саш прежде всего я хочу поздравить тебя с прошедшим днем рождения пожелать всяческих успехов но самый главный подарок с моей точки зрения тебе преподнес следственный комитета российской федерации который в день твоего рождения возбудил против тебя уголовное дело саша расскажи пожалуйста чем вызван такой необычайный подарок может быть они там сидели отмечали мой день рождения по ошибке по пьяни взяли сшили дело совершенно случайно вот может быть они думали что чтобы мне такого подарить и с лупой по всему интернету искали подарок но так и не нашли и решили ну как мы умеем вот так мы умеем вот подарки дарить завели дело завели дело по статье распространение фейков о коронавирусе за мое двухминутное юмористическое видео в котором я эти фейки самые коронавирус и высмеиваю то есть такой абсурдный абсурд как выпивать за трезвость да друзья прошу всех распространить это видео информация поступила ко мне из первых рук в общем тот сентябрьский взрыв в лаборатории вектор в новосибирске которому все слышали где коронавирус был разработан он был намерен взорвали специально чтобы вирус попал в воздух и обратите внимание именно тогда горели леса в сибири их тоже подожгли специально чтобы вот этот дым от пожара он подхватил вирус и унес в китай чтобы оттуда как бы это все пошло да это была операция теневого мирового правительства но масоны надеюсь это понятно чтобы все стали говорить только о вирусе правда о том что земля не круглая перестала распространяться чтобы зашуметь это чтобы мы все как бараны просили теперь вакцину то есть чтобы посадить нас на прививки понимаете а прививки я думаю и так понятно что это это массовая чипизация для контроля над населением это продвигают билл гейтс и джордж сорос они же заставляют нас есть гм о продукты чтобы мы болели и нам нужны были их прививки с чипами понимаете и потом чипированные становятся гейми а тех у кого еще нет чипов их облучают лучами сотовых вышек вы думаете это для мобильных вышки нет есть доказательства они когда облучают человек чихает это реакция на облучение вот вы когда-нибудь чихали просто так безо всякой причины вот вам и ответ и опять же заметьте это мое обращение не покажут по bbc cnn на нем не напишут new york times потому что идет тотальное замалчивание распространите это видео если его не покажут ни на одном канале мира все станет ясно окончательно чтд как говорится будьте осторожны их можно вычислить по бледному тону лица потому что они постоянно сбрасывают кожи можно сказать я вас имею в этом ролике теории заговора который сейчас ходит вокруг тема коронавируса то есть но основных две это рукотворное происхождение вируса и 2 от короноскептиков так называемых теория о том что этого вируса вообще не существует и весь мир сговорился конкретно против тебя одного вот тебя все обманывают никакого коронавируса нет это сумасшествие творится повсеместно в интернете особенно в фейсбуке миллион постов в день люди продолжают сравнивать коронавирус с обычным гриппом хотя если взять простой калькулятор то разделить 65 тысяч смертей а то rz в год по всему миру на 365 то получится немножко поменьше чем сейчас умирает в день то есть 1700 человек от коронавируса в день умирает гораздо больше ну то есть есть ты умеешь считать то наверное у тебя все сомнения отпадают и тем не менее таких людей в интернете очень много я просто решил это высмеять привязать наплести скажем так в эту свою первую юмористическую зарисовку еще кучу всяких теорий заговора таких устоявшихся с которыми человечество давно живет про рептилоидов про гмо про облучение лучами сотовых вышек а и так далее вот и начал я на часовой ролик с теории о том что коронавирус произошел из российской лаборатории вектор в которой в сентябре девятнадцатого года случился взрыв а вот ну это не основная версия которую я не основная теория заговора которую я бы смею в целом я бы смею тайное мировое правительство которое запустило вирус специально чтобы там что-то и там уже пошли галлюцинации у каждого свои вот и тем не менее это идет во первых строках моего видео ситуация с вектором да вот эта теория заговора и соответственно видимо даже видео дальше не смотрели несколько первых секунд следственный комитет глянул и решил что вот наш клиент паркуем ребята даже не удосужились заглянуть в мой твиттер аккаунт в шапку да где написано крупными буквами русским по белому сатирик не удосужились вообще посмотреть что я за человек да может быть если бы они это провели и свое мини расследование мини-дорасследование предварительное то они бы узнали что я нахожусь в соединенных штатах америки дотянуться до меня невозможно и не стали бы в общем они не сделали ничего абсолютно просто взяли сразу завели дело такая вот ситуация саш но тогда у меня неизбежный первый вопрос вот я не скрою я тоже крайне скептически относился ну про мировое правительство это как говорится тут без комментариев но теории того что это биологическое оружие для того чтобы извести там кого-то я больше того скажу я общался с ну скажем очень аккуратно с компетентными людьми в Израиле и они сказали сейчас проверяется все версии но версия о том что это биологическое оружие уже отброшено потому что главный признак биологического оружия это введение из строя минимум 50 процентов личного состава это основной фактор если это не удовлетворяет то тут как говорится все это не оружие но версии проверяются больше мне ничего не сказали однако в данной ситуации вот такая реакция на твои на твой юмористический реальный юмористический ролик плюс совершенно безумная реакция телеканала царьград если я не ошибаюсь которые написали что взрыва в новосибирске не был у меня возникает вопрос а не связана ли вот эта реакция я уже сейчас сомневаться начал а не производит происходит ли это по принципу чует кошка чью мясо съела то есть нет ли там действительно за этим чего то как ты считаешь я на самом деле считаю что нет потому что я знаю как работает все мы знаем как работает следственный комитет что это за дуболомы железные дровосеки как они умеют у них есть две функции копать и не копать вот это не от слова копы как вот в америке да которые действительно ловит преступников это от слова лопата они могут копать они увидели вот свою задачу свою цель и они начали копать все поэтому я не думаю дело в том что я читал разные научные статьи при этом да и уже вроде бы мировое сообщество развенчало мифа рукотворности вируса вот это раз два пока что в сторону в сторону россии и этой истории с лаборатории вектор никто из мирового сообщества не намекал у нас сейчас израиль и сша против китая да там какие-то дела заводит китай значит тоже какие-то поклёпы на америку вот они друг друга сша китай мячики бросают эти да про россии слов никаких нет я думаю что это был уже давно вскрылась они так кажется ну по крайней мере версии бы было вот но в любом случае это будет расследоваться мировым сообществом но ты понимаешь что сейчас расследуется мировым сообществом расследуется сокрытие китая пандемии который у них началась еще в ноябре и они это скрыли вот что расследуется никто не расследует происхождение вируса потому что вроде бы есть консенсус по этому поводу это вирус коронавирус летучих мышей который зародился где-то там уханьских лесах вот и нулевой пациент он соответственно с уханьского рынка вот российская версия не расследуется поэтому нет я думаю что здесь вообще не причем контекст самого коронавируса здесь просто следственный комитет как собаку увидел кости бросился все хорошо тогда вопрос вот какой недавно как мы знаем парламент соединенного королевства он прям обвинил китай и россию в том что они скрывают информацию о коронавирусе и распространяют реальные фейки так вот в этой связи я обнаружил одну очень интересную вещь мне довелось общаться с израильскими филологами это не оговорка именно филологами то есть люди которые знают несколько языков которые исследуют информ пространство они обнаружили одну очень интересную вещь что наибольшее количество отрицателей коронавируса вот те которые считают что это заговор мирового правительства и так далее они в ру нете больше того скажу есть целые каналы которые выпускают сейчас буквально пачками ролики посвященные тому что это все фейк что это заговор жидомасонских рептилоидов и так засевших где-то там на планете пандора и мировое правительство которые все все это дело устроили эти каналы не баня при этом заметь это каналы русскоязычная мы с тобой профессионалы мы прекрасно знаем что если канал на русском языке его контролирует российский youtube ты можешь написать что ты живешь в буркинофасов где угодно но есть ли на русском языке это контролирует российский youtube и вот второе наблюдение этих фейкометов никто не банит против них не возбуждаются уголовные дела более того вот я уже приводил примеры этой одиозной мамзели екатерины сантомии из италии которая собирает миллионы просмотров под своими роликами отрицания коронавируса у нее даже монетизация не отключает и таких каналов десятки но ты по подраздачу попал ты в чем причина ну во первых самая главная причина в том что я ролик не выкладывал на ю тубе это ролик из твиттера а вот у твиттера нет никакой политики по поводу коронавируса фейков каких-то и так далее они в целом не могут отключить аккаунт по запросу следственного комитета да twitter это такая контора который право прокладывается под авторитарные режима но они все прокладываются вот а youtube он не привык банить за 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 фейки никогда этого не было сколько плоскоземельщиков в ю тубе сколько антипрививочных и прочих альтернативно одаренных людей вот поэтому здесь здесь вопрос здесь вопрос политики ю туба и в целом к свободе слова в мировом сообществе да стоит ли это вообще делать банк там не стоит а вот я считаю что наверно не стоит общество должно само понимать что она смотрит да и наверное нужно запретить отключать комментарии в ю тубе чтобы обратная связь могли написать этой сантоне да все что они думают они и причем она там наплела понимаешь и гмо и чипизацию как я она же стала таким моим духовным вдохновителем для для моего ролика у нее и гмо и чипизации мировое правительство все вместе взяты поэтому я не думаю что здесь тоже есть какой-то какой-то заговор честно говоря это просто очередно очередной очередной альтернативно одаренный пациент который впрочем конечно запудривает мозги очень многим людям и таких корона скептиков да и которые у на шашлыки их становится все больше и конечно это неправильно но блин свобода слова извини чё здесь поделаешь хорошо тогда подойду проблем немножко с другой стороны вот не означает ли твое уголовное дело точнее не твое бога ради возбужденное против тебя уголовное дело каким-то маркером того что вся российская система она с катушек слетела как говорится она с катушек слетела давно уже мы с тобой каждый раз встречаемся кстати уже практически каждый раз мы встречаемся по каким-то скорбным поводом которые связаны с моей деятельностью то мне канал заблокируют он у меня делал уголовное заведут естественно система слетела с катушек но я не думаю что это связано как некоторые блогеры сейчас строят теории знаешь о вот завели дело именно значит на человека который про век упомянул они хотят замолчать это но теория заговора построенная на теории заговора двойной психоз ну вот ты понимаешь о ком я говорю вот и я конечно не склонен так думать меня не склонен так бы я не склонен вообще ни к одной теории заговора в принципе и вокруг моего дела тоже это просто следственный комитет которым нужно закрывать палки понимаешь закон только приняли вот путина вот только-только подписал да и первый человек был меня и иногда в сми называют первым но на самом деле я 2 обвинен по этому делу первая девочка она мне тоже написала в соцсетях познакомились это она из питера говорила что у нас там в какой-то больнице столько-то зараженных ну в общем и на нее завели дело я был вторым это закон только подписан ты сам знаешь как только закон подписывается но вот как оскорбление чувств верующих был у нас до хлоп сразу соколовского да как только закон приняли нужно начать по нему какие-то дела потому что смысл законов не в том чтобы пересажать всех например за фейки о коронавирус потому что если они реально зайдут блин в интернет там каждого второго на каждого второго придется дело заводить о фейках по коронавирусу понимаешь но почему этих дел только вот два потому что они каждый раз после выпуска такого репрессивного закона берут сразу со старта первого этот промежуток небольшой на котором клепают несколько дел быстренько для того чтобы запугать остальное население понимаешь чтобы не оскорбляли больше чувства верующих чтобы не оскорбляли путина там власть да а здесь чтобы не фейкометили про камеру про коронавирус берут громко это делают спам и чтобы всех остальных просто напугать это единственная цель единственная напугать и все я тут ни при чем и мне так кажется вот моя деятельность ни при чем мне так кажется и всякие другие теории за гроту тоже ни при чем но хорошо давай все-таки остановимся на фейк вот ты обрати внимание уж какие фейки распространяет это одиозная мадам малышева это на первом канале это как говорится гусары молчать какие фейки распространяет тот же самый канал царь град гусары молчать выбрали все-таки оппозиционного блогера вот мне кажется ли тебе что здесь подход немножко такой они себе оставляют право на слово я даже часто употребляю фейки конечно вот они себе оставляют а обществу надлежит молчать вот не к этому ли все иди но она уже давно пришло именно поэтому она так и работает именно поэтому на меня дело заводится на кирилл клейменова который рассказывал про трампа который там коронами занимался на конкурсе красоты на него не завели дело и не заведут конечно потому что мы чернь мы плебс они там значит настоящая власть настоящие боги хозяева россии вот это обычная путинская двоемыслие двойные стандарты все нормально в нашем зоопарке без перемен тогда вопрос вот какой а как ты сейчас намеренно реагировать вот на это уголовное дело ты сейчас находишься на территории сша формально рука кремля до тебя не дотянется но все таки вот как ты на это намерен реагировать правозащита открытки мне предоставляет помощь далее адвоката он будет заниматься этим делом собственно вот она и вся реакция будем будем идти вместе со следственным комитетом по этой дорожке взявшись за ручку светлое будущее или куда-нибудь виртуально взявшись за ручку они меня взять за ручку не смогут то есть ты не намерен просто плюнуть на это и сказать да нет нет общество должно в любом случае реагировать на любые преступные деяния преступной власти если мы совсем замолчим это то же самое что меня ничего не зависит значит и так далее мы должны реагировать в любом случае тем более если мне не угрожает никакая опасность я могу сидеть и с прекрасным настроением отбиваться от этого следственного комитета делая им медийный анти пиар так все и так знают кто они дуболом и дровосеки но вот еще раз в неделю получать да и по видео от меня и сам пастрыкин будет получать мне кажется через через какое-то время когда я наснимаю про пастрыкина вот раз в неделю будут что-нибудь снимать да ему надоест вам скажет так ребята тьфу подставили вы меня давайте закрывайте нахрен а то у меня каждую неделю уже поливают сверху до низу а я буду конечно я конечно буду за мной не заржавеет ну я так думаю и блогерское сообщество и журналистское сообщество тоже самое будет на твоей стороне это совершенно однозначно но все таки в данном случае вопрос такой а вот твои прогнозы ну я понимаю что это плюс минус два локтя по карте но все таки мы знаем что процент оправдательных приговоров в российских судах 0,4 процента при этом ни одного уда удачу ехал 1,1 а уже 1,1 прости саша прости меня васенька дуру грешную за то что так хорошо подумал о российском правосудии прости пожалуйста но все таки мы знаем процент оправдательных приговоров вот ты сам сказал 1,1 процента это свежие данные твой прогноз чем это все закончится ты знаешь не могу на самом деле судить потому что меня уже меня уже нашли все все российские сми все правозащитные организации да со мной связались и призрак отца гамлета и доставщик пиццы и два печенега и один половец все успели уже со мной связаться за эти два дня кроме следственного комитета они до сих пор ищут а вот они не могут найти суть потому что от них вообще никаких следственных действий не проводится может быть они вообще по теории значит саша плющего в принципе и завели то увидев что я в нью-йорке и завели специально чтобы ничего не расследовать раз какая-то палочка поставилась открыли дело вот по такому-то закону и все и пускай висит через пять лет от я все-таки такой теории не придерживаюсь но она может существовать и тогда вообще никак делал не будет развиваться поэтому чертова знает абсолютно не знаю может еще быть такая такой вариант что они возьмутся за меня так как уже по всем каналам федеральным меня показали аппараты вы даже два раза вот они поймут что я оппозиционный блогер и как меня пугали подписчики ну пугали в хорошем смысле сейчас следственный комитет зайдет на твой youtube канал и офигеет окончательно и может быть они меня начнут полоскать значит по по федеральным канал то есть как новая жертва для них у нас был там клирик вновь прибывший в нашем оппозиционном оплоте священник из италии его право его полоскали очень долго может быть на меня сейчас переключится там посмотрим мы там как-то с навальным связано о там какой какой-то мальновский там борман да тоже такое может быть это будет весело я я вообще не против я даже за я бы воспользовался своим служебным поражением у меня есть вопрос действительно очень интересный мне кажется не боясь показаться наивным но александр живя в нью-йорке вы знаете что интернет в америке не считается средства массовой информации это чисто такая платформа на которой могут высказываться все и про все и цензуре подлежат на цензуру имеет право только ну вот руководящая структура самого фейсбук так теперь вот на вас заведено уголовное дело по вашим высказываниям в интернете то есть неужели уже успели вписать в уголовный кодекс российской федерации факт того что высказывания в интернете могут быть уголовным преступлением считаться уголовным преступлением это неважно потому что речь идет в законодательстве о публичном пространстве интернет считается публичным пространством я хочу в этом плане дополнить ответ саша дело в том что в любой статье уголовного кодекса российской федерации которая касается наказание за распространение информации неважно будь или это 148 если не ошибаюсь или 146 не помню статья об оскорблении чувств верующих будь это 282 статья за экстремизм и и цитара и цитара везде в этих статьях есть оговорка в том числе и через сеть интернет то есть в российской федерации распространение информации через сеть интернет считается уголовно наказуемым я больше того скажу что согласно так называемому закону яровы можно получить наказание за лайки и посты то и эти прецеденты были и их немало я уже неоднократно своим зрителям приводил простой пример вот есть три абстрактных человека гражданин а гражданин б гражданин с гражданин а он высказывает негативную информацию уголовно наказуемую гражданин б он эту информацию зафиксировал гражданин c рассказал разместил в интернете эту информацию сказав как это плохо так вот согласно российской правоприменительной практике ответственность будет нести гражданин c поскольку он является распространителем этой информации к сожалению многие люди в россии и за рубежом этого не понимают они не понимают правоприменительной практики но она такова вот почему в российской федерации очень часто именно те кто критикует антисемитские высказывания милитаристские высказывания экстремистские высказывания подчеркиваю это критикует их они несут и административную и уголовную ответственность это факт это данность российской действительности да это маразм дичь это бред дурь и глупость но это знаешь слава богу не в моем случае слава богу дело завели на меня не на того кто сделал там ретвит репост или что-то слава богу в этом случае именно именно автора привлекли потому что ну и как бы совесть есть такая такая штука да я вроде как совсем не виноват но за человек естественно будет очень обидно да и всякие хейтеры тоже начнут писать что смотри из-за тебя человека сажают сажают ну то есть не из-за следственного комитета из-за тебя у нас причинно-следственные связи у многих людей они атрофированы поэтому ура ура что на меня у меня человека живущего здесь 40 лет это вообще непонятная ситуация я просто почему я спросил задал этот вопрос потому что ну хорошо кроме уголовного можно же завести административное дело почти можно можно они они абсолютно у них там может быть кубик какой-то они бросают потому что вот сегодня или вчера там же еще одно дело завели по фейкам и коронавирусы но административное а на меня уголовное то есть решение если тратится на подарок то уже по полной программе это связано с моим днем рождения они решили по максимуму этого этого правильно заметили саша а у меня вот вопрос уже вот какой ты высмеивал конспирологические версии но в данном случае сейчас я ударюсь конспирологию вот давай мы посмотрим на ту околицу которую нес наша обнуленные национальные лидер про печенегов про половцев этого его третье предшествие ой простите дорогие друзья это из друга это из другой его третье обращение я говорится про половцев про печенегов но это галиматья феерическая так вот не кажется тебе что это какая-то целенаправленная политика выставлять самих себя дураками типа того что а чё с дурака возьмешь мы сумасшедшие да мы сошли а я сошла с ума какая досада вот не кажется тебе что это уже целенаправленно здесь идет здесь ты знаешь я не знаю что вообще происходит с психикой деда потому что на него надо завести уголовное дело по статье искажение истории печенеги половцы это все было до остановления княжества московского все блоки киевская русь до этого и чертова знает почему чертова знает почему причем он же это он не сам написал это уже в интернете он он скопипастил просто статью какого-то историка вот и выдал его на гораздо свое зачем непонятно вроде как вроде как у нас с гитлером особое отношение да мы очень любим пиарить эту личность в российском публичном пространстве с государственной особенно страны а тут вдруг печенеги половцы что почему объяснить это совершенно невозможно мне кажется от самоизоляции в бункере у деда начинает отъехать крыша окончательно ну наверное ему кто-то сказал что на москву наступали наступал вермахт при поддержке печенегов и полосов только мне непонятно почему не упомянули неандертальцев за это это был 05 рейх а кроманьонцы это был какой рейх 04 это 01 но мы но мы и значит этим кроманьонцам мы им еще припомним эту битву ты понимаешь мы все припомним и парад проведем с новинками вот с дубинками современного производства которые там выпускают с нано-дубинками сколковские нано-дубинки которые летят по непредсказуемой траектории абсолютно непредсказуемый но почему-то всегда прилетает в воронеж здравствуйте а вы не помните когда по-моему 15 или 16 год когда он рассказывал про город херсонес что это как для израиля иерусалим такой же бред нес это рассчитано на тот мозг который сейчас там вот это все потребляет ничего нового может смотреть то нечего это уже стоит по первому что по россии 1 по россии 24 фильмы посмотрите что там идет уже эта войнушка достала по-моему всех мало того там жарнишь все великие крутые суши у них до сих пор это сама финская война это говорит о том что они защищали русофобский крик души из-за океана классический проплаченный госпортами сша все ясно все с вами ясно дорогой звонящий я могу только сказать что на самом деле я абсолютно согласен с нашим уважаемым зрителям это победа бисе она реально достал дело даже не в том что это принимает совершенно фантасмагорические масштабы когда девушки с винтовками в костюмах второй мировой войны пляшут на батутах ничего не понял это было испытание рогозинских нано батут с помощью которых должны отправлять миссию на марс ничего ты не понимаешь ну извини извини израильский израильский русофоб добрый день спасибо за вашу передачу к сожалению я не смог слушать сначала но тема там столько интересная я просто хочу высказать свое предположение это понимаю что на уважаемые блогера завели уголовное дело в россии потому что он вы что-то там написал я к сожалению не услышал что он живет нью-йорке я думаю что это огромная провокация следственного комитета потому что наш уважаемый блогер сейчас может на полной серьезности получить политическое выбежище и весть еще дополнительно на налогоплательщик а в америке и чем больше таких будет уголовных дел тем больше политических убежищем больше сядет людей на налогоплательщиках в америке это будет хуже америке я думаю что это очень тонкая провокации с стороны. Вот такое мое мнение. Спасибо. Это очень тонкий троллинг от наших зрителей. Нас такие люди смотрят и слушают радиочек. Втрясающий человек. Это, конечно, честно. Ваша программа, но я вам скажу такую вещь. Это сколько нужно выкурить и сколько нужно выпить для того, чтобы придумать вот эту трехходовочку, которая вас должна посадить на шею американских налогоплательщиков. Ну, это такая спецоперация, направленная против Америки, чтобы разорить Америку. Все правильно. Подожди, я не понял. Я плохо не понял. Так против тебя возбудило уголовное дело Следственный комитет какой страны? Соединенных Штатов или России? Я совсем запутался. Нет, Россию. Россию. Ужас. Юра, только не выпьешь, Юра. По-любому, не старайся даже. Да у меня организм столько не примет. Это же кошмар какой-то. Ну, ладно. Нет, я рад. Я не использую где-нибудь у себя где-нибудь у себя это в сатирии, потому что мне эта идея очень понравилась. Нет. А с другой стороны, я рад. Вот. Включим логику, Саша. Я рад, что в Америке такая хорошая медицина, которая позволяет людям поддерживать такое физическое состояние, что они могут столько выпить. И при этом человек говорит, у него не заплетается язык. Ты прикинь, до каких высот достигла американская медицина. Слушай, это серьезно. Саш, но вот в целом, сейчас у меня вопрос о российском обществе. Вот ты понимаешь, российское общество, начиная с времен Кранаша впитывала этот маразм. Да, впитывала. Но вот мне кажется тебе, что сейчас уже вот подобного рода бред о печененках, полцах и так далее, он начинает вызывать уже в российском обществе раздражение. У тебя не создалось такое впечатление? У меня создалось впечатление, что в целом раздраженность Путиным, она последние годы, начиная с повышения пенсионного возраста в 2018 году, оно неуклонно растет. И его рейтинг упал уже ниже Плинтуса, особенно с этой нефтью, с коронавирусом и так далее. Сейчас совсем все плохо. Именно поэтому в целом и публикуют каждый день данные о том, что рейтинг Путина то ли 170 процентов, то ли 170 тысяч процентов. Там с нулями не все в порядке. На самом деле процентов 17. Вопрос в другом, чем нам грозит вот это самый главный вопрос, потому что с эфири могут быть какие мы только с тобой захотим. Пускай все 100 процентов людей его ненавидят, дальше-то что? Потому что за этим должно последовать какое-то действие, да? Никаких действий, никаких предпосылок к действиям от российского народа я пока не вижу. предпосылок да, но вот тут вот очень такой серьезный вопрос, и мне вот многие возражают, я подчеркиваю, я сейчас выскажу свою гипотезу. Дело в том, что Путин же скинул всю эту ситуацию на губернаторов, типа делайте, что хотите. И вот недавно мы наблюдали ситуацию, когда премьер-министр Мишустин, он не называя имена и фамилии, делает выговор главам регионов, которые закрыли границы своих регионов, мол, это прерогатива только федерального правительства, а Кадыров ему ответил, типа не лезь ни в свое дело, ну не так, конечно, он деликатнее ответил, но смысл был такой, типа ты кто такой, чтобы в наши дела лезть? Это широко обсуждалось, так вот суть-то моего вопроса такая, а не кажется ли тебе, что эта ситуация, вольница может губернаторам понравиться? Не станет ли это предпосылкой распада страны? Ну, ты знаешь, вольница, она на самом деле исходит только от главы Чеченской республики, да, Чечня, которая закрылась от России, но продолжает через щелочку получать дотации, вот, и это только там происходит, да, остальные регионы, они не могут так поступить, они не могут взять и послать на три буквы председателя правительства, поэтому нет, мне не кажется, у них все губернаторы, там много причин, все губернаторы, естественно, на них имеется и компромат, и все они на прослушке, все они под колпаком, это же первые лица, естественно, они там, грубо говоря, не под слежкой, но рядом всегда есть какие-то люди, которые в нужный момент по звонку, чтобы долго не лететь из Москвы, сделают то, что надо, то, что попросят, грубо говоря, они всегда под дамоковым мечом, и чтобы у кого-то, значит, набралось смелости, плюнуть Путину в лицо, нет, конечно. А тогда вот у нас уже время подходит к концу, пять минут осталось, тогда у меня вопрос вот какой. Вот сейчас из разных регионов России я получаю письма, что в регионах начались грабежи. Начали, причем грабят за продукты. Вот сегодня мы видели этот ужасный ролик из Челябинска, когда под камерой в достаточно приличном доме у женщины просто вырвали сумку с продуктами. Не кажется ли тебе, что здесь пойдет уже вакханалия именно грабежей, с которыми не справится никакая Росгвардия и никакая правительство? Да, ты подожди еще пару недель, ведь там на самом деле не до 30 апреля карантин, а до 10 мая на минуточку, потому что там майские праздники, то есть не 30 дней, а все 40, все 40. Естественно, пойдет. Почему? Потому что, заметь, то ли в каких-то первых числах, ну, в общем, где-то с недельку назад один мужик в Подмосковье пятерых человек расстрелял за то, что они громко разговаривали у него под окном. Да, расстрелял за то, что громко разговаривали. Он оказался одним бывшим боевиком с Донбасса. И сейчас таких бывших боевиков Донбасса, бывших, их там нетов, всяких казаков, нодовцев и прочих замечательных людей, у которых дома какие-то еще и схроны с оружием есть, да, их сейчас очень много, и им потихонечку становится нечего кушать. Так что через пару недель, троечку недель, наверное, мы увидим настоящий такой махровый травянизм на улицах России, особенно регионах, конечно, не в Москве, но в регионах можно будет проследить такие веселые вещи, да. Да, так самое интересное, что вот большинство моих подписчиков, они именно из провинции. Я, например, знаю только об одном случае, когда в Санкт-Петербурге, ну а Санкт-Петербург это северная столица, произошел вот такой случай грабежа из-за еды. А остальные мои подписчики пишут из региона, что именно там начинается вот этот самый дарвинизм. То есть именно там где нищета там оно начинается, естественно, потому что у питерцев и у москвичей у них хоть какие-то в целом подушки безопасности финансовые, да, они существуют. Вот. А у людей, живущих в регионах, какие подушки безопасности финансовые? Они живут от одного кредита до другого, даже не от зарплаты до зарплаты. От одного микрокредита до другого микрокредита. Конечно, регионы, регионам стоит вообще опасаться сейчас. Мужчины должны намотать на ус и понять, что им вскоре может быть придется защищать свою семью. Это такая вещь. Причем защищать в прямом, а не в переносном смысле. И защищать именно от физического насилия. И грабить будут как в блокадном Ленинграде. Не за золото и не за акции, а грабить будут за еду. Спасибо тебе огромное за интереснейшую беседу. Спасибо вам, Анатолий, за помощь в проведении эфира. Спасибо вам, дорогие зрители, и даже те, кто троллил. Это было очень и очень полезно. Дали пищу для размышления. Но я ж как всегда напоминаю. Выводы делать только вам. До встречи, друзья! Игорь Негода.